Сегодня вас ждет максимально жизненный английский. Во-первых, я устрою вам целый apartment tour и буду называть разные предметы. А еще вы узнаете, как все называется в машине. Я вам дам лексику для занятий спортом и спортзала, и даже для здоровья. Поэтому, если вы готовы, поехали! Все, что связано с кухней. Самое классное то, что вы потом сможете пояснять свои действия у себя в мыслях на английском языке и таким образом практиковаться, пока вы чем-то занимаетесь на кухне. Погнали! Первое, что я бы вам хотел сказать по-английски, это I'm in my kitchen. Я на кухне. И первая категория, наверное, это Let's make some tea. Давайте сделаем чай. В английском языке нет такого понятия, как поставить чайник. Вы можете чайник только включить. И чайник я вам сейчас покажу. Чайник по-английски И вы можете Turn the kettle on, когда вы хотите, чтобы, ну... Кипятить воду. Это чайник, кеттл, и вы можете Turn it on. И если вы хотите кого-то попросить сделать чай, то вы можете сказать Can you make some tea? Да. Сделать чай – это make tea. Окей, ну раз мы разобрались с чаем, вы можете, я думаю, вы себе заварили, поставили на паузу и вернулись. Поэтому сейчас давайте разберемся, как, что вообще на кухне называется по-английски. У меня не все попадает в кадр, поэтому я буду вас слегка перемещать. Но в любом случае, и так. Что у нас здесь есть? Холодильник. Фридж – это короткое слово, длинное слово – это refrigerator. Но мы называем это fridge, потому что длинная версия, она не практична в реальной жизни или в каких-то простых, быстрых домашних задачах. Поэтому это fridge. И у fridge еще есть freezer – морозилка. Ох, холодно. Дальше у нас плита и духовка. Ой, не смотрите, пожалуйста, она немножко грязная, но чтобы включить burner, любой, какой вы хотите, вам нужно будет повернуть knob. Крутилка так называется. Называется knob. И вы ее крутите, чтобы включить огонь. И все, что касается у нас плиты, то мы используем когол cook. Cook или fry, вы можете сказать, жарить. Но мы переключаемся ниже. И тут у нас oven – это наша плита. И все, что связано с плитой, мы используем глагол bake. И эти полочки у нас называются rack. То есть это все у нас racks. И они выдвигаются, и вытаскиваются. Вот, это на полке, вот именно в духовке, называется racks. Ну и прежде, чем вы будете готовиться, что-то там bake внутри, вы будете preheat. Вы убираете температуру, нажимаете старт, и у вас начинается preheat, это разогреть духовку. Preheating, смотрите, опа-на. Над этим всем у нас микроволновка. Не часто в квартирах, не во всех, то есть, квартирах микроволновка вот так вот встроена и вообще имеется. В принципе, у нас, допустим, в предыдущей квартире нам приходилось покупать свою, но они бывают встроены вот так вот сверху, потому что в них еще встроен fan, вытяжка. И микроволновка это microwave. Называйте, как хотите, можете называть вытяжку fan, можете называть vent. У нас, например, здесь написано, сейчас я вам покажу, вы увидите. А когда это называется английский язык, когда вы сомневаетесь, каким словом назвать, вы называете обоями. Я вам сейчас покажу быстренько, как это называется. И тут у нас написано прям vent fan двумя словами. Поэтому, ну что? Ну и ладно. И когда вы что-то хотите разогреть в микроволновке, то вы можете сказать, to heat something up. То есть у вас, допустим, какие-то есть остатки какого-то прошлого обеда, что называется leftovers. Можете взять ваши leftovers из холодильника, из фридж, поставить в микроволновку, microwave и heat it up. Двигаемся дальше. Пока мы с этой стороны, что мы еще с вами не рассказали. Окей. Это называется cabinets. Cabinets. Это вот наши вот эти вот шкафчики. Я, если не ошибаюсь, разделочный стол называется counter. Я не знаю, так называется он разделочный стол. Прям или нет, но вот эти вот именно поверхности называется counter. Что у нас дальше? О! Это, кстати, очень важно. Посудомоечная машина. А.К.А. Дисшвашер. Ну, конечно, вы всегда можете просто do the dishes like this, мыть посуду руками. You can do the dishes by hand. Но зачем, когда у вас есть дисшвашер. И все, что вам нужно для вашего дисшвашера, это просто дисшвашер pods. Это не реклама, поэтому не буду показывать, но это вот эти вот таблеточки для посудомоечной машины. Прошу прощения, у меня все попадало из моего кабинета. Там внизу. Окей. Дальше. Ну, да, если вы моете посуду вот так вот руками из вашего крана, кран называется facet, в вашей раковине, что называется sink, вам нужно вам нужен dish soap. Это, это, не реклама, я закрою бренд, но я хочу, чтобы вы увидели, что тут уточки нарисованы. Уточки. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Во, поняли, уточки. О, нет, я хочу показать диктам. Они красивые. И вам нужна губка. Не обязательно вам нужна губка. sponge. Вы можете еще так же использовать brush. Вы можете также еще использовать другой brush. Вы можете использовать, ну, в принципе, все. Я не знаю, чем вы еще моете посуду. То, чего у нас нет. Подождите. Я могу ошибаться. О, он там есть. Я сейчас покажу. Я не буду его таскивать. Но, вот это вот, там вот, за всеми этими кружками, это у нас toaster. Я думаю, вы догадались, что это утюг. Шучу, это toaster. Если вы millennial, так же, как мы, то вы не можете жить без paper towels. Сейчас, на самом деле, большая проблема из-за коронавируса с запасами в магазинах, поэтому их очень сложно найти, и мы без них жить не можем, поэтому paper towels, да, это называется paper towels. Вода из-под крана. Прикиньте, я бы сейчас включил воду вот так себе. Вода из-под крана называется tap water. Tap water, когда вы ее пускаете из-под крана. В некоторых местах люди не боятся даже ее пить, и даже здесь некоторые люди не боятся ее пить, но I don't drink tap water. Я, у меня нет никакого, на самом деле, задуманного плана, мы просто пришли на кухню и тут развлекаемся. Ну, допустим, вам вот надо кого, никого, что-то нарезать, потому что вы готовите. вы не будете на ваших красивых countertops, вы не будете это делать, вам нужен cutting board. Это разделочная доска. Доска, на которую мы режем, в общем. Вот вы все это порезали, вы засунули это в oven, вы начинаете bake это все дело, и чтобы вам это достать, все горячее, it's very hot, вам нужны oven mitts. Оба-на, пожалуйста. Берете вот так вот и достаете все, что вам надо. что у нас здесь есть, ну, например, вот, знаете, такой девайс, это называется potato peeler, хоть им можно и чистить еще и морковку, и все, что угодно, называется potato peeler, в простой народе, по крайней мере. Что еще? Конечно же, measuring cups, если вам надо, допустим, полстакана воды, бам, и закинули, закинули, вот это я сказал, measuring cups, я не могу теперь их собрать обратно. kitchen scissors, очень важно, чтобы резать, ну, даже ягу, например. Can opener, вам нужно открыть банки. У этого есть разные названия, но мы это называем zester or grater, да, но мы это называем zester. Вы берете и терете, терка. Это у нас, вы знаете, нажимаете кнопку вот так вот и когда видите врага и запускаете вот это лезвие как ниндзя. Нет, это пицца-каре. Вы режете пиццу им. Что у нас здесь есть еще такого интересного? Это супная ложка, очень обычно. Берете вот так вот и нет, это ice cream scoop или scooper, как хотите, называйте. Для мороженого, естественно. Открываем этот кабинет. И тут у нас есть разные специи. Специи вы можете называть spices или seasonings. Тут мы уже были, но это у нас мugs, кружки. Вот это у нас glasses или cups. Но это можно назвать tall glass, это можно назвать whisky glass, назвать shot glass, это stemless wine glass и обычный wine glass. Plate, plate, bowl, bowl, plate. Теперь самое смешное слово на русском языке, которое просто существует. И это мое любимое слово на русском языке. Сейчас я вам покажу и вы узнаете. Каждый раз, когда я слышу это слово на русском языке, я начинаю смеяться безотказно. Но вы знаете, да? Дур, шелак. В общем, это два разных типа. Есть такой простой и есть такой где сетка поменьше, естественно, и у них ручки бывают еще. Я не знаю, имеют ли они разные названия на русском языке, но на английском они имеют. и вы сейчас узнаете. Но я бы это назвал сифтер, я назвал бы это стрейнер. Я говорю русский, я не знаю, но это сифтер, это стрейнер. но что я читаю, это... По-моему, и ТКС она соглашается, но мы оба не уверены, это называется сифтер и это называется стрейнер. Когда я гуглю стрейнер, я получаю сетка но еще это может называться стрейнер и это может стать сифтер. И я их вытащил из того же самого места, где у нас наши pots и паны. И, конечно же, крышечки от них они называются лидз. Ну и, конечно, простые вещи, которые вы, в принципе, знаете и так. Тиспун, таблспун, порк. Это как бы knife, но как бы не совсем. Это больше butter knife. О, кстати, я вам еще забыл показать в этом же волшебном ящике. Знаете, что это такое? Знаете, что это такое? Это meat pounder. Как вы, когда отбиваете ваше мясо, но если вы не едите мясо, то забудьте просто. Ну и что еще у нас есть? Kitchen utensils или cooking spoons. Вообще, можете по-простому абсолютно называть. И вот они у нас вот там. Есть вот такой spoon у нас. Это как называется? Whisk? Да, это у нас whisk. Эти щипцы у нас называются tongues. Не пишется так же, как язык, поэтому не путайте. Короче, kitchen utensils или cooking spoons. Можно все это назвать одним словом, я вам обещаю. Но что вы никогда не сможете перепутать, это ladle. Это для супа, понимаете, да? Еще у нас есть такое понятие, как spatula. Я знаю такое слово, и я знаю, что это, для чего это нужно. Но я не совсем уверен, могу ли я различить это между вот таким, вот таким и вот таким, но это типа spatula. И применяется для готовки разных вкусных блюд. Окей, ну, спасибо MTV, спасибо за этот тур по моей кухне. Я не знаю, чего бы вам тут еще показать. Я, в принципе, все показал, но у нас еще есть wine fridge. I don't have any information about that. I know. А у нас тут еще есть wine fridge. Я вам сейчас покажу чуть ближе. Наш wine fridge, это небольшой холодильничек для вина. У нас еще есть rice cooker здесь для риса. У нас еще есть небольшой, я не знаю, это грех назвать, это coffee machine, но ради образовательных целей мы назовем это. у нас есть электрический wine opener, это открывать вино. а просто открывать, например, вот если у вас такой, есть магнитик, это называется bottle opener просто. Просто. Поняли? Ну, такой вот тур по кухне, я не эксперт по кухне, но я, как смог, так и сделал. Все, что я знаю, это вы заходите на свой телефон, берете takeout, это когда вы еду на дом, либо можно for delivery, когда вам привозят, либо for pick up, когда вы приедете и забираете. Что я еще знаю, что я еще знаю, я знаю, sit on a couch, пока еда готовится здесь, пока тут происходит у нас cooking и baking и cutting и все, что угодно. Поэтому, вот, друзья, но я могу вам уверенно сказать, что я могу абсолютно без проблем load the dishwasher, да, загрузить посуду в посудомойку и unload the dishwasher, когда уже все помылось, когда все там clean, я могу это выгрузить оттуда, поэтому не такой уж я и бестолковый. Черная пятница начинается рано, с 15 ноября по 24 ноября у нас распродажа скидка 30% на все наши курсы. Поэтому, если вы ждали идеального момента и возможности вывести ваш английский на новый уровень, ждать больше не нужно. Самый большой объект и, наверное, самый обязательный предмет в спальне, который вы видите за мной сейчас, это кровать. И кровать называется bed. И в Америке у кроватей есть разные размеры. Есть twin, это кровать для одного. Есть full bed, это кровать чуть побольше для одного. Есть queen bed, это кровать для двоих, стандартная. И есть king bed, кровать для двоих, но побольше. У нас в данном случае king bed. Если мы посмотрим чуть ближе на кровать, это называется headboard. Дальше, сама кровать вы знаете, подушка это pillow. Это у нас называется comforter. Мы с вами разобрали про headboard и это называется footboard. Footboard. Ну и, конечно, вот эти вот штучки, вот эти вот комодики по краям называется nightstand. Nightstand, ночной комод, ночная подставка, если дословно перевести. Ну и все постельное белье в принципе в комплекте называется bedding. И в bedding входит, как я вам уже сказал, comforter или duvet cover, sheet. Это может быть либо fitted sheet, если она, знаете, так, прям мат... прям натягивается на матрас, короче. И может быть обычный просто flat sheet, где нету резинок. Ну и, конечно, если вы выберете, если вы не такие скучные, как мы, у вас, наверное, будут какие-нибудь throw pillows, декоративные подушки или throws или blankets. Это, так скажем, одеяло, которое сверху, тоже в декоративном, конечно, формате. В Америке у людей принято спать в pajamas. Я думаю, вы понимаете, слово достаточно близко pajamas. Либо, если это не прям пижама, а женщины носят. Это называется nightgown. Nightgown. У нас в спальне есть ceiling fan, который прикреплен к нашей light fixture. И вы его включаете на разной скорости, так скажем. Сейчас вот на низкой. L – это low, M – это medium, и H – это high, и zero – это, естественно, ничего. И вот он поехал, пошел. Если мы выходим в гостиную, то у нас здесь hardwood floor. Но когда мы переходим в спальню, у нас здесь carpet. Carpet – это ковер, который на всей комнате, просто на всем полу, по всей просто комнате. И ну, мы сейчас идем в гостиную, хоть видео не про гостиную. А когда у вас коврик просто на полу, это называется rug. Окей? Это называется rug. В спальне у нас есть тоже TV. Окей? И этот TV, кстати говоря, можно сказать, this TV is mounted on the wall. Он прикреплен к стене. Да, он не стоит на подставке или не стоит на моем dresser на комоде. Он mounted on the wall. Ну и этот dresser имеет кучу разных drawers. Это называется drawers. Вы их открываете и там ваши вещи. У нас в спальне также имеется доступ к балкона. Выход на балкон и балкон называется balcony. Несмотря на то, что у нас везде carpet, у нас еще есть rug. Мы просто так захотели, но нам дизайнер так сказал. Только что мы с вами увидели slippers. И обычно в квартирах, где больше одной спальни, это будет называться one bedroom apartment, two bedroom apartment. Да, у нас здесь two bedroom apartment, а конкретнее two bedroom, two bathroom. То есть у нас две спальни и две ванных комнаты. И главная спальня, откуда есть вход в ванную, где мы с вами были в прошлом видео, это будет называться как бы master bedroom. И это будет соответственно называться master bedroom, но мы там с вами уже были. Чаще всего в bedroom у людей есть шкаф, но у нас прям конкретного closet нету. Поэтому мы открываем дверь в Нарнию. И здесь у нас, простите, не очень хорошо прибрано, но это называется walk-in closet. Walk-in closet это шкаф, в который вы можете зайти. И здесь всякие clothes, всякие shoes, всякие shoeboxes, другие комплекты нашего bedding. Ну и еще полезное слово для вас, это будет куда вы кладете ваше грязное белье перед стиркой, чтобы постирать грязную одежду. Это называется hamper. Вот эта штука называется вообще rack. Просто rack можете назвать. И на ней у нас всякие hangers. И вот здесь у нас фан, вентилятор. Здесь у нас тоже как бы такой фан, но это называется air purifier. Очиститель воздуха, но у него есть еще функция тоже вентилятора, то есть фан. Слушайте, друзья, но мне как-то особо нечего вам здесь показывать. Спальня это довольно-таки простая комната, и там особо много ничего нет, тем более у нас. Давайте в следующий раз мы попросим лучше Дрейка разных действий спальни. What's up? Ух, это неправильно я сказал, неправильно получилось, я думаю вы поняли. Go to bed собираться в кровать. Go to sleep засыпать или собираться спать. Еще у нас в более таком идиоматическом формате можно сказать hit the hay это как бы ложиться на сено тоже засыпать. Hit the hay. Родители детям часто говорят Betty bye это типа спокойной ночи, но также еще можете как нормальные люди взрослые говорить good night или просто night если вы кому-то хотите пожелать хорошего сна или добрых снов вы просто скажете sleep well заправлять кровать make the bed поменять постельное белье change the sheets или change the sheets это больше поменять простынь а зачем вы будете просто только менять простынь надо поменять все поэтому это будет change the bedding еще чуть не забыл храпеть это будет snore to snore например I snore every night and I feel really bad for my wife если вам не спится и вы постоянно переворачиваетесь это называется toss and turn когда вы во сне постоянно переворачиваетесь toss and turn ночные кошмары это nightmares ну а если вы до сих пор спите с плюшевыми игрушками то плюшевые игрушки они просто называются stuffed animals даже если они особо и не животные они все равно называются stuffed animals что немножко странно но я вам обещаю честно так люди называют все мягкие игрушки stuffed animals или плащи черная пятница начинается рано с 15 ноября по 24 ноября у нас распродажа скидка 30% на все наши курсы поэтому если вы ждали идеального момента и возможности вывести ваш английский на новый уровень ждать больше не нужно давайте с вами начнем отсюда и эта зона точно так же как и на кухне называется counter это называется counter вот эта вот интересная форма вот этот интересный объект называется sink раковина и в sink у нас поступает конечно вода water это вы знали я жчу и точно так же как и на кухне о какой грязный ё-моё точно так же точно так же как на кухне это называется faucet откуда мы пускаем воду и у нас есть такая штука очень американская фигня кстати говоря называется medicine cabinet там где у нас всякие таблеточки пластыри с миньонами вы понимаете ну все основные вещи камера закрыла сейчас надо поменять кадр как-то ну и что мы с вами можем найти обычно на нашем каунтер в нашем в нашей bathroom как правило это будет зубная щетка toothbrush это важно essentials так сказать вот это уже как бы не совсем essentials но optional это waterpik как бы объяснить что такое waterpik она стреляет водой и вы это вместо зубной нити или дополнение к зубной нити что у нас называется floss конечно же hand soap чтобы мыть ваши ручки это может быть a bar of soap то есть прям прям мыло прям кирпич мыло либо это может быть a hand soap pump a hand soap dispenser в дополнение к зубной щетке вы просто обязаны иметь toothpaste очень важно чистить зубы ну и конечно если вы мужчина и у вас растет волос на лице больше чем у меня у вас будет razor бритва может быть electric а может быть просто обычный razor ну и конечно же если у вас обычный razor да и иногда electric тоже вы будете использовать shaving cream или shaving gel что вам больше нравится lotion очень важно чтобы вы у вас кожа чтобы не была сухая потому что когда у вас кожа сухая вы выглядите как-то пыльно но это не очень прикольно конечно и вот это вот друзья важные слова которые в учебниках не учат смотрите q-tips у многих они круглые у меня они такие вот прямоугольные но это называется cotton pads дальше у нас конечно toilet туалет да унитаз toilet air freshener ну и конечно части туалета друзья toilet lid или cover люди называют по-разному но это всегда остается одним и тем же это toilet seat и мужчины если вы живете с женщиной после того как вы использовали put the toilet seat down hmmm toilet paper is running out туалетный мак заканчивается ах к сожалению мой toilet paper holder тоже пустой ммм daddy но у меня есть еще но у меня есть еще и конечно же я сейчас могу сделать flush the toilet и если он не смывается то скорее всего он clogged у нас в америке вода всегда в туалете есть если она растет и растет когда вы смываете значит the toilet is clogged и вам нужен plunger и это кстати еще toilet bowl brush например вы забегаете в вашу ванную комнату и вам нужно срочно постричь ногти clip your nails вы будете брать nail clippers а если это ногти на ногах не вопрос toenail clippers это как будто папа это как будто сын видишь ну и не забывайте конечно nail file чтобы у вас все было нормально чтобы никого не царапали и вот этот объект друзья называется tweezers вот это вот называется tweezers окей ну и конечно у вас в ванной еще могут быть scissors также еще в ванной в зависимости от размера у людей могут быть такие вещи как drying rack сушилка я не знаю моя жена единственная кто вешает на door knob на ручку двери свои scrunchies ну и дальше у нас душ shower и у всех по-разному конечно у меня здесь например это называется shower door дверь у многих shower curtain и shower curtain это шторка она вешается на такую палку это называется shower curtain rod или просто curtain rod у нас вот здесь bathtub сама ванная именно тоже самый фасет тот же самый shower но это будет уже конкретно называться shower head и вот здесь вы take a shower глагол take у нас применяется со словом shower и то же самое принимать ванну take a bath все что вам нужно сделать это просто close the drain это называется drain вот close the drain and fill up your bathtub когда дело доходит до вашего take a shower вы будете использовать конечно body wash или shower gel или soap что хотите и это у нас называется loofa очень смешное слово и очень смешно пишется loofa ну и вам нужно wash your hair конечно вы будете использовать shampoo и conditioner он у меня там ну и потом когда вы закончили ваши процедуры вы выходите вы наступаете на ваш bath mat вы берете ваш towel и dry yourself off вытираетесь еще у вас в ванной будет hand towel полотенце поменьше вытирать руки вы знаете hand towel и возможно у вас будет еще robes халаты и shower cap когда вам не хочется мочить волос вы надеваете shower cap и принимаете душ go take a shower and your hair won't get wet ну и напоследок давайте пройдемся по типичным действиям которые вы делаете в ванной во-первых close the door если вам нужно по-маленькому сходить в туалет то более приличный можно сказать немножко даже формальный научный термин будет to urinate в простонародье это просто pee да ну и в сленге можете сказать take a leak в более вульгарном можете сказать piss но так не говорите если вам нужно по-большому то видите сколько у меня пальцев здесь это можно сказать в более завуалированном приличном виде number two либо как можно даже сказать по-детски по-простому вы можете просто сказать poop что вы еще можете после этих всех действий вы можете конечно wipe все что вам надо wipe и естественно вы подойдете сюда wash your hands ok wash your hands dry your hands ну и здесь же вы конечно же brush your teeth ok wash your face когда вам надо put on some lotion use mouthwash конечно же и как мы уже с вами говорили take a shower take a bath ну и потом вы можете blow dry your hair высушить волосы феном blow dry your hair вы можете do your hair сделать прическу spray some cologne если вы мужчина spray some perfume если вы женщина do a face mask например почему бы нет ну и я думаю на этом все черная пятница начинается рано с 15 ноября по 24 ноября у нас распродажа скидка 30% на все наши курсы поэтому если вы ждали идеального момента и возможности вывести ваш английский на новый уровень ждать больше не нужно тема этого видео это wellness и wellness это оздоровление это здоровое состояние вашего тела то есть все что связано с спортом организмом и хорошим самочувствием и здоровым состоянием во-первых ваша физическая форма это буквально форма например вы можете сказать he is in good shape он в хорошей физической форме он в хорошей физической форме или вы можете просто сказать in shape потому что in shape значит в форме и out of shape значит в неудовлетворительной физической форме это не важно если он в форме или в форме например это прям true story I feel so out of shape because the gym has been closed for over a year now it's so annoying я чувствую себя не в форме потому что зал закрыт уже больше года и это так бесит и раздражает I'm completely out of shape hey Charlie можете господин пожалуйста перестать лизать в ваши лапки он по-русски не понимает что я говорю Charlie stop looking at your pause please I'm recording I understand now you wanna be a star I get it I get it из того что я только что сказал gym это спортзал gym произносится точно так же как имя gym пишется по-разному произношение одно и то же и хорошая фраза для вас чтобы запомнить это hit the gym hit the gym значит пойти в тренажерный зал hit the gym maybe I hit the gym например вы можете сказать что-то вроде I hit the gym three times a week да то есть это вы ходите занимаетесь в тренажерном зале три раза в неделю в любом gym есть такое понятие как абонемент правильно да и абонемент называется membership членство membership вы приходите в новый gym в котором вы никогда еще не занимались и вы можете sign up for a membership sign up for a membership то есть подписаться на это членство завести себе абонемент или вы можете сделать то что сделал я посреди пандемии я позвонил и я cancel the membership потому что и он был закрыт и как правило если честно до того как вы приходите to sign up for a membership вам как правило дадут один бесплатный день trial day demo day one free trial по разному их называют но контекст один и тот же бесплатный один день чтобы вы решили хотите вы membership или нет людей которые часто ходят и людей которые прям ну болеют всем этим вопросом их называют gym rat вы все знаете наши популярные книжки grammar is all you need и пособия по временам стали хитами продаж они полезны как для новичков так и для преподавателей английского языка потому что все тонкости объясняются максимально простым языком угадайте что мы выпустили еще одно пособие в котором мы разбираем ваши самые популярные ошибки оно называется минус триста шестьдесят пять ошибок за год от вас потребуется всего несколько минут в день чтобы убрать косяки из вашей речи пособие в электронном формате на почте ничего не задержится поэтому я прикладываю ссылку в описании окей это большая категория что мы зачем мы вообще приходим в тренажерный зал зачем вообще мы приходим кто-то может приходить to get stronger становиться сильнее кто-то приходит чтобы build muscle это накачать мышцы кто-то приходит чтобы ну очень много разных есть на самом деле терминов для этого tone down lean down get shredded lose weight cut some weight ну концепция одна и та же это похудеть have you lost weight? и все это будет ваша фитнес-гоу ваша фитнес-цель для себя и сама тренировка называется workout и это не обязательно даже должна быть тренировка в тренажерном зале это может быть любая тренировка вообще типа swimming боже мой даже dancing running конечно же йога это может быть я слышал такие люди бывают кто называет йога что это workout ну и конечно же weightlifting strength training weightlifting я уже сказал не помню когда у тебя на коленях красивая собачка все забывается ну и вы можете так скажем выразить вашу нужду в хорошей тренировке можно сказать I need to go work out но до того как вы приступите к самой work out что вы будете делать конечно же разминаться это хорошо это правильно и это будет warm-up существительное warm-up ударение на первый слог а глагол warm-up францовый глагол два слова warm-up и ударение на up and did nobody warm-up? I don't love it out! and after you have warmed up you can start with more challenging exercises или вместо challenging можно сказать intense или difficult или даже hard например один друг мне сказал I like to warm up with a little bit of yoga before I work out это правда мне так сказали а я ему говорю I like to warm up with a little bit of cardio before I work out а в конце что будет противоположностью warm-up это будет называться cooling down we need to cool down and stretch to prevent our body from getting sore да мой тренер постоянно мне говорит cool down and stretch потому что я этого не делаю cool down and stretch cool down and stretch вы можете еще foam roll сейчас вам покажу где мой foam roll шкаф где мой foam roll вот так вот я и foam roll в роли постоянно короче я не могу вам показать потому что я не знаю где он я вам не покажу вот так вот я делаю cool down stretch и foam roll короче foam roll это такая вот штука а у нас есть магия монтажа давайте вставим картинку foam roller вот вы знаете что делать вы на него так ложитесь и начинаете просто foam roll так вот sore это когда у вас мышцы болят именно вот эта вот мышечная боль можно ее описать как sore или soreness существительное sore это прилагательное например вы позанимались у вас просто все тело болит и вы можете сказать I am so sore или my arms are sore today my back is so sore today my chest is sore таким образом вы будете описывать мышечную боль знаете когда вы после дня ног ходите вот так вот странно вы говорите что с тобой случилось и говорите my legs are so sore вот это вот именно вот эта вот мышечная боль I am sore исключение это будет конечно sore throat когда у вас болит горло вот но в основном sore когда мы говорим в контексте именно спорта и фитнеса это именно мышечная боль как вы уже наверное могли услышать силовая тренировка или тренировка с отягощением это weightlifting strength training и когда вы работаете с весом своего собственного тела в простонародье это просто люди называют bodyweight exercises я знаю что есть слово отдельно для этого как это называется calisthenics что-то вроде такого но trust me обычные люди которые просто ходят в районный зал просто для себя они не знают вообще что это такое bodyweight exercises это будет для них и bodyweight exercises они очень важны мы поняли во время этой пандемии насколько они важны и я вам сейчас расскажу про несколько например pushups вы знаете что такое pushups это очень легко это отжимания pushups plank тренер заставляет нас постоянно делать plank и когда мы только первый раз начали заниматься с ней я не мог очень долго делать а сейчас я это могу делать до бесконечности это называется plank вы можете делать bodyweight squats или просто squats вы можете делать crunches вы можете делать v-ups вы можете делать burpees в общем вы поняли что вы можете делать вот видите обломали нас с съемками в тренажерном зале поэтому я очень расстроен я в растерянном состоянии давайте я вам просто дам список слов полезных для просто фитнеса и занятий спортом например у вас есть такое слово как glutes и glutes это синоним к вашему слову butt как правило вы делаете лара squats чтобы нарастить себе glutes и тренер постоянно говорит вы приседаете и когда вы встаете тренер постоянно говорит squeeze your glutes squeeze your glutes в смысле не руками а сами squeeze your glutes кто напишет самый лучший перевод фразы squeeze your glutes на русский язык получит лайк еще забыл добавить про похудение все слова что я сказал до этого и еще можете добавить burn fat сжигать жир burn fat давайте проднемся по частям тела chest или pecs это называется shoulders или delts их называют потому что это deltoid muscle это название мышцы но delts их называют в простой народе biceps triceps forearms это очень важно вот это это называется forearms окей forearms дальше конечно у вас ваш core это все что связано с вашими abs и вашими obliques что-то я упустил а где плечи shoulders там еще есть traps это вот эта вот мышца traps на спине кучу разных мышц боже мой это мы просто называем back когда мы типа тренируем спину мы говорим back day ноги legs вы знаете feet это не сами ноги это нижняя самая нижняя часть вашей ноги где ваша ступня legs и у вас есть quads да у вас есть ваши quads вот здесь и у вас есть ваши calves это вот здесь очень важное слово это слово spot spot это глагол и этот глагол описывает действия когда вы кому-то помогаете допустим я вот лежу под штангой буду сейчас делать bench press да жим штанги на грудь и я говорю can you spot me и вы подходите с другой стороны и вы ну помогаете если вдруг не станет сложно чтобы я не уронил ее на себя а это называется to spot и самое главное не забывайте это новый edition 2021 года re-rack your weights снимайте все блины которые кстати называются plates со штанги которая называется барбел и кладите их откуда вы откуда вы взяли где вы нашли re-rack your weights складывайте все на место это может быть ваши plates это может быть ваши barbells это может быть ваши dumbbells гантели and sanitize я же говорил 2021 год edition давайте пробежимся быстренько по тренажерам и для этого я сяду немножко вбок чтобы вы видели картинки тренажеров окей прямо сейчас я хотел это сделать тренажер в зале настоящим но к сожалению не получится вот это называется peck deck дальше вот это вот cable machine или просто люди называют cables это а вот это вот leg press очень крутой тренажер кустовое упражнение lat pulldown lat pulldown это название упражнения и его можно делать разными способами чаще всего мы делаем это на cables chest press или bench press можете это вот назвать а вот это называется bike 2020 год дал нам новое слово которое мы всегда знали но теперь мы используем это слово для всех это называется peloton это название бренда фирмы для байков но мы теперь называем все этим словом после 2022 года вот это вот тоже кардиомашина называется elliptical вот это называется rower да rower это называется как будто вы в лодке плывете rower и вот это называется stairmaster я его ненавижу и люблю одновременно stairmaster офигенная вещь ну и после тренировки конечно мы становимся очень sweaty sweat это пот sweaty это прилагательно потный мы становимся очень sweaty поэтому обязательно вам нужно take a shower обязательно без разговоров черная пятница начинается рано с 15 ноября по 24 ноября у нас распродажа скидка 30% на все наши курсы поэтому если вы ждали идеального момента и возможности вывести ваш английский на новый уровень ждать больше не нужно английский в машине начнем давайте сбоку и у меня сейчас открытая дверь это door можно close the door но не хлопайте потому что это не холодильник совокупность вот всех вот этих вещей называется wheel колесо но вот эта часть называется tire окей и вот эта часть называется rims и люди часто меняют свои rims чтобы было красиво но я думаю вы знаете вы не видите сейчас мой номер так специально но номер номерной знак называется license plate тарелка и вот эта часть автомобиля называется trunk и открыть багажник по-английски это pop the trunk pop the trunk и я сейчас вот это сделаю у меня тут конечно полный mess но вот он мой trunk и ну давайте close the trunk все просто окна это windows это roof и у меня здесь я внутри я вам покажу люк как называется это тоже wheel мы с вами разобрали смотрите вот это называется headlights передние фары называется headlights ну это называется bumper я думаю ничего нового переднее стекло называется windshield и дворники как они называются это называется windshield wipers протирают наш windshield open the door ну вообще подождите секунду чтобы было реалистично машина закрыто unlock the car open the door ok get in close the door переходим в салон и самое первое что у нас бросается в глаза это steering wheel мы его крутим чтобы поворачивать steering wheel за ним вон там вот эти вот все штучки это все вся эта панель называется dashboard dashboard тут смотрите на скорость смотрите если вдруг у вас что-то всплывает смотрите сколько времени какая погода dashboard у всех на руле есть horn да и вы будете само действие посигналить это to hunk если вы видите что что-то происходит не так вокруг вас hunk чтобы начать движение или завести машину вообще в принципе сначала вы будете глагол brake и зажимаете ignition и машина заводится потом вам нужно будет adjust your seat как вам надо adjust the mirror это называется rear view mirror зеркало заднего вида adjust the rear view mirror потом естественно вам нужно будет adjust the mirrors просто конечно не забывайте про ваш seat belt обязательно нужно seat belt buckle up поехали вот здесь вот сбоку меня passenger seat и сзади это backseat и есть кстати говоря в английском языке такая идиома не относится к машинам вообще to take a backseat и to take a backseat значит как бы быть на заднем плане сверху у нас sunroof некоторые люди называют sunroof некоторые люди называют moonroof как хотите разницы нет и вот sunroof наш открывается включаем наши windshield wipers и можно даже включить windshield cleaner пошло пошло прошу прощения за пыль но вот здесь вот у нас cup holders куда можно класть свои стаканы и бутылки это называется glove compartment для перчаток как будто я знаю что у вас там перчатки не лежат у меня тоже эта вот часть друзья называется вайзер вайзер называется так как я живу в лос-анджелесе у нас постоянно дикие холода у меня еще есть seat warmer подогрев сидения seat cooler у меня нету у меня есть только seat warmer потому что в лос-анджелесе как я уже сказал постоянно дикие морозы в автомобиле конечно есть кондиционер AC и вот это вот все vents AC vents откуда выходит приятный холодный или теплый воздух моя машина на автомате то есть automatic а не противоположность что будет называться stick shift в более разговорном либо в более профессиональном формальном manual и все вот эти передачи D это drive N это neutral R это reverse и P это парк припаркованный и мы сейчас если вы видите находимся в парк если мне вдруг станет сильно жарко я могу roll down the window и вы видите стало светло потому что у меня здесь тонировка и тонировка называется tint то есть my windows are tinted бензина у меня чуть меньше чем пол бака поэтому бензин это газ все нормально мне не нужно ехать в gas station но скоро мне надо будет поехать туда и fill up или get gas еще пожалуйста не забывайте когда вы перестраиваетесь switch lanes или get over или когда вы поворачиваете make a turn или просто turn вы обязательно должны turn your signal on или просто signal в ту сторону куда вы намереваетесь поворачивать если вы допустим нелегально паркуетесь где-то или ждете кого-то где-то или не дай бог у вас машина сломалась и вы не можете продолжать движение то вы put your hazards on и сидите ждите помощи ну и еще чуть не забыл конечно back window или rear window как хотите называйте там где back seats у меня тут еще есть кстати cup holders тоже ну и конечно чуть не забыл когда вы открываете вот эту часть вашего автомобиля где находится двигатель engine эта часть которая открывается называется the hood of the car ну все теперь наш урок становится более серьезным давайте с вами разберем для начала слова и термины которые мы не хотим никогда использовать но знать нужно на всякий случай мало ли итак давайте начнем по порядку с маленького к большому во первых смотрите вы паркуетесь вы заезжаете просто передом в парковочное место это называется to front park вы заезжаете и когда вы заворачиваете туда вы касаетесь я не знаю столба например и вы слышите неприятный продолжительный звук когда вы выйдете из машины скорее всего вы обнаружите там scratch дальше вы опять-таки front park или можно back up into a parking spot или даже parallel park и вы слышите вы ощущаете контакт с чем-то и вы слышите неприятный короткий звук скорее всего вы выйдете из машины вы там увидите dent либо small dent либо big dent к сожалению ну и дальше уже совсем-совсем если водитель на автомобиле попадает в car accident или более по-простому car crash и этот car crash довольно-таки серьезной степени то автомобиль будет скорее всего total total значит что он разбит и ремонту не подлежит вроде все из неприятного ну ладно у вас сломалась машина вы никуда не можете ехать и вам придется эту машину get towed приедет специальный транспорт приедет специальный автомобиль возьмут вашу машину и потянут за собой или на себе на дорогах и на улицах есть такое понятие как speed limit если вы превышаете speed limit что называется просто одним словом speed просто to speed это превышает скоростной предел so if you speed и допустим полицейский это увидел и заметил он прямо сзади вас то большая вероятность что you will get pulled over to get pulled over это когда вас останавливает полиция и вам скорее всего дадут ticket ticket это штраф за превышение скорости ну ticket это просто штраф но в данной ситуации за превышение скорости но прежде чем вам дадут ticket вас офицер попросит ваш лайсенс ваш registration и потом выпишет вам тикет поэтому старайтесь всегда drive safe противоположность drive safe будет to drive recklessly никогда не drive recklessly хорошо вы можете получить ticket или не дай бог ваша машина будет totaled вам не нужны эти проблемы но абсолютно стандартные проблемы если можно так назвать ну не проблемы это стандартная рутина с автомобилем это техобслуживание техобслуживание называется либо maintenance либо service но если что-то внеординарного у вас сломалось то вам нужно будет делать repair то есть например если у вас ваш oil light came on на вашем dashboard да загорелась лампочка масла oil light came on то вам нужно будет ехать делать service если у вас scratch или dent вам нужно будет делать repair как я уже говорил заранее машина может быть либо automatic либо manual или в простонародье stick shift в automatic у вас будет две педали pedals и это будет brake и gas очень просто в manual или stick shift у вас будет три педали я думаю вы знаете это будет тоже gas это будет brake и это будет clutch поэтому не путайте педали когда вы switch gears или shift gears переключаете передачи не путайте педали потому что если вдруг вы перепутаете педали и ваша машина попадет не дай бог в car accident или car crash я надеюсь у вас хороший insurance черная пятница начинается рано с 15 ноября по 24 ноября у нас распродажа скидка 30 процентов на все наши курсы поэтому если вы ждали идеального момента и возможности вывести ваш английский на новый уровень ждать больше не нужно раз начинается зима холодно и начинается сезон всех болезней простуд в этом видео мы поговорим про лексику которая будет применима в случае если вы заболели или чувствуете себя плохо слово germs и germs это микробы и что вы можете делать с этими germs ну вы можете spread germs spread germs это распространять микробы допустим если вы чихнете sneeze чихнете не прикрывая рот или нос то вы распространяете бактерии spread germs cough cough это кашель либо как глагол to cough кашлять если кто-то это делает рядом с вами и не прикрывает рот вы можете сказать cover your mouth cover your mouth прикрывая рот cover your mouth when you cough лучше чихать и кашлять в локоть потому что вы очень редко прикасаетесь локтями с людьми если вы это делаете в руку или в кулак то вы потом кого-то потрогаете с кем-то поздороваетесь кому-то дадите 5 или что-то еще поэтому лучше это делать в локоть так принято по крайней мере в Америке to be dizzy когда вы dizzy это значит у вас кружится голова может быть немножко подташнивает из-за этого но в целом головокружение вы можете сказать у меня кружится голова чтобы сказать меня тошнит вы можете использовать слово I'm nauseous меня тошнит если вы простудились у вас текут сопли из носа вы можете сказать что у вас running nose как будто нос от вас убегает running nose а если у вас болит живот и это не совсем тошнота просто вам болит то вы можете сказать что у вас есть upset stomach да у вас расстроенный живот upset вы его расстроили он плачет ему плохо ему грустно upset stomach he has an upset stomach I have an upset stomach I've been having an upset stomach если например у вас болит горло то вы можете сказать I have a sore throat sore это когда знаете слово sore вы идете в тренажерный зал качаете бицепс и потом он у вас болит из-за нагрузки на следующий день это называется sore когда что-то болит sore throat болит горло any other symptoms just a sore throat очень популярно когда у нас здесь в Америке происходит сезон простуды или гриппа люди делают себе прививки от гриппа например и прививки это либо vaccines либо просто shots то есть если вы куда-то идете и там написано что сегодня там делают flu shots это прививки от гриппа если у вас температура вы можете сказать I have a fever это называется fever это не называется temperature temperature это на улице outside у человеческого тела это называется fever I think I have a fever какие еще есть разные вещи например diarrhea diarrhea я думаю переводить вам не надо это в принципе довольно таки понятно есть противоположное от этого constipation вы можете сказать I am constipated когда у вас не получается наоборот сходить в туалет I am just really constipated ну и если вас тошнит и вы уже не можете сдержаться и вам нужно рыгать срочно то вы можете сказать очень много слов есть для этого одного понятия рыгать это можно сказать to vomit to throw up to hurl to barf to puke или в принципе довольно таки прилично без каких-либо деталей to be sick вас тошнит и вы говорите I think I'm going to be sick ну и просто если вы плохо себя чувствуете и не хотите вдаваться в подробности вы можете просто сказать I don't feel well я плохо себя чувствую I don't feel well не всем обязательно знать что конкретно с вами происходит поэтому я желаю вам чтобы вы никогда не болели и никогда не использовали эти слова но знать их тоже нужно ну вот и все дорогие друзья надеюсь вам понравился этот урок также у меня для вас есть еще одно видео которое я уверен вам безумно понравится и вот оно сейчас на экране вы можете нажать на него также не забывайте подписываться на наш канал мы приносим вам новый контент каждую неделю поэтому не пропускайте учитесь с нами делайте прогресс level up и мы увидимся с вами в следующем видео до свидания peace